Продолжаем. Что? Вопрос какой-то? А? 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 Вам объяснили, если вы сами же поняли? Мы еще ничего не читаем. Я только ответ выписывал. Это то, что мы получили на прошлом семинаре. То есть мы с вами делимся неумолимым в заметной цели вычислений на депривовую герта функции. Нам осталось посчитать депривовой компас-шлен герта один. Но фактически это, можно считать, самым важным компас-шленом. Ну, в данном случае члены. Почему? Потому что именно от него идет основной вклад. Почему? Потому что фактически мы смотрим на оператор, отвечающий в вершине перехода гулеона, кварк-анти-кварк, да? И вот это дает до один контр-шлен. Это контр-шлен, связанный с этим оператором, да? А у нас как константа с медиа, это коэффициент перед этим оператором. То есть оператором вершины гулеон, кварк-анти-кварк. А вот эти вот депривовую герта три, они в каком-то смысле универсальные квадрат-шлены, они будут входить и во все другие выражения для депривовую герта функции. Если бы, например, не через 4-глеонную вершину, через 3-глеонную вершину или через вершину-глеон дух-анти-дух. Вот, я считаю, но для дух-анти-дух пришлось бы еще один контр-шлен, нахоть бы это в лоце, да? Если не зашли. Вот. Короче, главное, нужно посчитать дельта-1. Этиология точно такая же, как и раньше, да? Так что нам нужно взять некую функцию Грина, некую функцию Грина, связанную с соответствующим оператором. Если здесь оператор, это было гулеонное поле, да? И мы смотрели гулеонный пропагатор, фактически более простую вещь, пандеризационный оператор. Здесь это был фермионный, фермионное кодекси, да? И мы смотрели кварковый пропагатор или более простую вещь, например, массовый оператор. А здесь у нас вершинная функция Грина, поэтому вершинную контр-шлена, и мы можем смотреть, соответственно, вершинную ампутированную функцию Грина, да? То есть у нас есть некая такая функция ампутированная функция Грина, да? И мы ее будем... ампутированная. Ампутированная функция Грина зависит от Ампутированных к шрифу, да? И с нигде с ним, и с итого, и с ампутированных к шрифу. Такая вот история, да? Как мы в теории возмущения Грина пишем? Но в главном порядке это просто наша вершина, правильно? А вот в другом приближении здесь появляются две дополнительные диаграммы, да? Одна из этих рамок будет точно такая же, как у них под динамики, вот такого типа, да? Пtschaftğı мертвые, из этих рамок ноут... Есть вот такая диаграмма, вот в его приближении, когда мы эту функцию гривенную считаем ампутированную. Ампутированную, что значит? Значит, мы такие поправки не рассматриваем. То есть они, в этом смысле, по аналогии с тем, что мы делали раньше, они неодночастично неприводимые. Вы помните, только классно частично неприводимые, на самом деле, даграмы, мы рассматривать не будем, как можно ампутированную, мы будем ампутированную инструкцию разобрать. И появляется самая гривенная еще, в одном приближении. Какая? Треклюланд. Треклюланд. Здесь вот у нас треклюланд. А здесь вот идет кварковая нумба. То есть вот такая вершина. Она тоже отвечает однопетлевой, однопетлевой поправки, функции грина, в которую входит одно глионное поле и фермион-тифермионное поле. Апси-пси черты. Давайте тоже здесь расставим. Здесь руками. Штрих. Сюда зачет паслый и миска. Это у нас фото. Сюда протекает ткань на спор. Сюда протекает ткань на спор. Сюда протекает ткань на спор. Цветовой кондекс А. Сюда протекает ткань на спор. Здесь втекающий импульс. Который втекает. У них что-то есть тонины с кострика. Я их все втекающе не отписал. Потому что... Вы помните, что нам удобно для глионной вершины писать, когда они все втекают. Что происходит? А вот первые члены нам вообще нужно вершины без поправки вообще. Да, вершины без поправки. А то поправки нужны, чтобы расходящуюся часть... Правильно, правильно, правильно. Это вопрос... Глубко говоря, это вопрос определения в этой штуке. Вот эту штуку можно борденскую часть добавлять? Можно добавлять, да? То есть, когда мы смотрели бета-2 и бета-3, мы смотрели массовый оператор и коррекционный оператор. То есть, без борденского куска. А борденский кусок, потом вместе с этим массовым оператором и с реализационным оператором он собирался через геометрическую прогрессию и пропаганду. Правильно? Здесь у нас геометрический прогрессий на дисциплине особо нет, поэтому я могу просто написать. Могу ли не писать? Из-за меня осматриваем. Я не говорю, что это поправка чисто, да? И контрчлены. Так, давайте еще интекс расставим. И появляется в перенагмированной теории возмущения появляется еще контрчленная вершина. Контрчленная вершина то есть, образовывается точно так, как вот это и от равнала то есть, минус и В то есть, а то есть, гамма мил, да? То есть, просто обычное оборудование для нашей вершины и на билк один билк один Всё, наш фотошиперный секунд это контрчленная вершина, да? То есть, поскольку в Угранжане у нас есть и соответствующий такой оператор Пси с чертой Пси гаммамина амин, да? Это будет такой компас членов, который связан с константкой перенормировки Это оператор, так, один плюс, то есть, Z1 на 3-сигничек плюс дельтанзин, да? Что нам еще надо? Мы пишем перенагмированную величину, что нам еще надо по металлу по металлу чтобы ее полностью определить что нам надо Условия, да А в великодинамике какое условие было? В великодинамике Фактически, да опять же, это некое поведение нашего заряда, да? То есть, мы можем идти на бесконечность и засматривать величину так, что их просто в меньшую секунду то есть, передачу стремить к нулю, да? Фактически на очень большое расстояние в виде Когда мы ходим на очень большое расстояние по металлу отмостки 37-го, да? Если обязательно написать если это будет минус иe в данный момент где e это вот у нас будет седьмая ипульс, да? То есть, у нас вот такое условие было как мы устремили импульс вот этого фотона к нулю, да? нулю передача, да? здесь ставили передачу к нулю и таким образом зафиксировали значение это решение в какой-то кинематической точке правильно? сейчас то же самое сейчас то же самое сделаем сейчас то же самое сделаем но мы по аналогии с тем, что мы оттягивали что делали раньше мы вводили еще нут парамет правильно? нут парамет мю это условие перенормировки на самом деле мы рассматриваем целое семейство целая семейство условий перенормировки, и пытались ухватить зависимость от этого параметра μ наших перенормированных величин. Поэтому в этом есть суть бега, константной связи. Модуль, наверное, у нас каждый. Ну вот уходить слишком далеко, да, острый, естественно, это сконечный, смотреть на цепной заряд. Плохо, потому что не улетание заряда. Я думаю, что это параметра с каждой группой, его фиксирует. Здесь мы всё можем фиксировать. В принципе, всё можем фиксировать. Вот отлично, беру такое условие. Знамо хр. Вот смотрите, давайте рассмотрим такую кинематическую точку, какую-то, фиксированную на эту точку. То есть здесь точка уфиксирована на самом деле, потому что карьерный штрих воспроизводит. Вы просто, если на бесконечность уходите, не особо важный такой карьерный штрих. А здесь давайте сделаем так. Мы скажем, что k² равен k² равен k-k² в 1 минус ниже квадрата. Вот так мы зафиксировали нашего слайда. Мы взяли некую другую точку, зависящую от мы. То есть все эти импульсы, квадрат этих импульсов, взяли минус ниже квадрат. Имея право делать, это функция глина. И симпульсы, в общем случае, произвольные. Закон о сохранении энергии связаны между собой. Понимаешь? И говорим, что вот пусть в этой точке наши функции глина превращаются в полную, вот в эту. То есть все эти поправки сокращаются. То есть она сводится к вот этой диаграмме. То есть будет минус и, так сказать, гамма минус, то и а. То есть, грубо говоря, наш контрчлен подстраивается таким образом, чтобы сократить все вот эти диаграммы. Давайте их обозначим-то, правильно? Понятно? То есть можно такой выслойчивый интернет? Можете в любую область сказать. То есть как он работает? Там, 2 в квадрате, как 4 в квадрате, 3 в квадрате, 3 в квадрате, 4 в квадрате. Это вот все в вашей квадрате. Как хотите, так и определяется. То есть главное его зафиксировать в средствах условий интернет. Вы меня можете спросить, ну а как же так? Вроде бы я буду разные условия здесь прать. Вот с двойками, с тройками, с четверками, да, как я сказал. Будут получать разные контрчлены и разные дата-функции, да? Правильно? Вроде бы это нехорошо. Правильно? Ну, да ладно, да? Ну вот, посмотрите, какая зависимость от параметра ню у нас будет. Ну, вы видите внимательно. От вот этого параметра ню, или от какого, если здесь какое-то там, ну какое-то число стоит, не знаю, двое, да? У вас будет ню в квадрате в степени ε, да? Пусть это будет даже 2м в квадрате в степени ε, да? И все равно потом, когда по ню будете дифференцировать, вот эту функцию под алл и полифер мю, у вас вот это 2 в степени ε, вы ее можете на единицу заменить, правильно? Вот у нас здесь как 2 в степени ε, на единичку заменяем ε, да? Поэтому, в степени, некий универсальный здесь есть такая, да? А вопрос такой еще. А жр, вот это вот, которое при вершине, оно в квадрате должно давать ε, если мы аналогию скажем, ну сколько сделаем? Ну, жр квадрате, значит, и Петра, и двадцать. Ну, да. Ну, жр, у нас жр, здесь функция μ, да? Она выше будет зависеть, правильно? Это основная цель и конкретные условия. И следует продаж, и другие, это идут, и тут наша... Александр, я сроку минут перенормированная файл. И везде, вот в этих вычислениях, по-настоящему, здесь Жильянов изникал, да? Он это несколько раз говорил, что у нас такой функции М, у нее здесь просто не пишет. Может, в перенормированной теории, правильно? Пардон. Ну, да, перенормированная теория, как мы все это смотрели, правильно, да? То есть, с контрчленами, потому что у нас везде перенормированные величины свет, да? То есть, губочка ряда. То есть, здесь буква, здесь буква, здесь буква, и во всех тех вычислениях была тушь буква, и мы ее просто не писали. И сейчас только с этим не нужно, и не продолжать. Вот, давайте. Вот, значит, условия перенормировки. Ну, а давайте попробуем, что нам нужно? Нам надо вычитывать расходящуюся часть этих диаграмм, правильно? Чтобы найти расходящуюся часть диаграмм. Ну, а давайте. Первая диаграмма у нас аналогичная электродинамика. К тому, что было электродинамика. Значит, здесь, в отличие от Дельта 2 и Дельта 3, здесь вот так вот прямо приинтегрировать до самого конца, да? Там мы могли это сделать. Если вы помните, там просто бета-функция возникала какая-нибудь, да? То есть, очень сложного не было, да? То есть, раньше вот здесь вот, крайне мере, нам никакой сложности не составляло и просто дойти только расходящуюся часть, но и конечную часть, правильно? Ну, там простой интегралм, да? Здесь история несколько сложнее, да? Функция грина просто сложнее, потому что она основную сложность вычисления составляет для дата-функции. Поэтому мы будем принципиально смотреть только расходящуюся часть. То есть, часть, которая связана с ультрафиолетовым поведением интегралов. То есть, мы будем производить над интегралами некие манипуляции по выделению только ее расходящейся части. Выделению только расходящейся части этого интеграла, да? И вы прочувствуете, как мы это делаем? Потому что вам это придется делать в вашей задаче, да? Если что-то отсутствовать. Так, мы что начинаем? Надо считать. То есть, просматриваем вороны. Е-м-м-а. Да? Вот этот интегралный. Что, Андрей, давайте. Зачем? Вот. Вчера будет? Вчера. А, вы вчера будет. Это я как-то и делаю. Аккуратно пишем номер чет. Записываем вклад в два геограмма, да? И вымиграем все против объемной стеркви и все правильно записываем. То есть, ну здесь я... Э-э-э... Э-э-э. Интеграл бы первых. Ну вот так как я делаю. Это правда не было. Видите, как я делаю. Я могу снировать. Да. Тревоиндус у нас стоит. Да? Так, нам теперь надо пропадоктор написать. Ну, давайте последовательно написать, как мы решились. Двигаемся в ходе фермионной линии. Да. Записываем все, что встречаем. Да. На пути. Вершина. 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 Пишите вершину. Плюс И. Ж. Вершина. Вершина. Ну, давайте... У нас везде будет Ж. Давайте это уже не писать. А то... Ж. Просто Ж. Вершина. 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 Вhoven. Вверен Very. In Horror. В usted есть еще индекс. Такой уровень А, гамма и ню. Вmazина lang. А, цветовая матрица. А плохо, а уже есть. В. Вовремя. Вон, быть звук. Фермионный пропагатор. Фермионный пропагатор, безмассовый, да? Да. То есть мы говорили, что мы безмассовая теория работаем. То есть, минус i... Нет, не минус i, а плюс. Плюс, да, плюс i на... На... К минус b Финбан слышит, да. Ну давайте запишем его как... Вот в второй форме. Скажите, Финбанис только потратьте, а здесь со шляпой, да. С шляпой. С штрихом. С шляпой? Да, с штрихом. Да, с штрихом, да, правильно. Ферри, вы видите сильнее, на нем? Я не знаю, что-то с лапой скотиной. Ясно, смотрите, я же мелом по шлюбам, что-то не знаю. Так, пропагатор. Теперь еще одна вершина. Да, теперь мы начнем шлюбам. Да? 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 Да, ма альфа, да, ма альфа, да. Шлюга ма альфа, да. А, мю. Мю и да. А-а-а-а. А-а-а-а, сейчас поймем. Мю и да. Кирилл Кислик сообщил вам радостный опыт. Радостный опыт. Он для вас, я не знаю, насколько радостный. Радостный, если у вас замечательный лекарь. И у вас замечательный лекарь. И у вас замечательный посердей, что он чуть принял у Мерчука. А-а-а-а. Да. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Еще одна вершина. А-а-а. Давайте вот сюда. Давайте. А-а-а. А-а-а. Минус и же. Гамма альфа пусть будет. Да, гамма альфа пусть будет. Почему? Ну, мы с вами работаем, везде работаем еще. Вещества Лефимановской калибровки. Лефимановской калибровки, где биомный пропокатор по лоринцевским индексам это просто G ню альфа. Да? G ню альфа. Поэтому можно сразу записать гамму такую же, как в этой вершине, да? А, только сверху не будет. Да, ладно. Правильно? А, ну да, там метрический тензор альфа знаменатель будет. Ага. Еще одна цветовая матрица. А, какая? Какая лица? А-а-а. А-а-а. Да, ну да. А, по-сельсерфеллигровка по цвету пропагаторно-мионных содержится дельфа схема. То есть, вот этот цвет переносится к сюда, да? Ну и грионный пропагатор... Еще ловомный пропагатор на грионных и грионных, точнее, то, что в его осталось. По квадрату знаменательное. Ну и минусы. Сейчас я чуть-чуть напишу. Просто боюсь, что я напишу что-нибудь не то и придется сдирать. Не страшно. Да. Это с кем-то не садовый ток. Так. Вот так. Отлично. Хорошо. И еще нам надо индексы. Два индекса куда-то длить. Ну и я вот. А зачем их надо надевать? Они торсовые. А, правильно, все правильно. Да, да. Я его напишу как верхний, раз он при вершине как верхний. Вы пишете как верхний? Да. В общем у нас здесь теория относительности кривых мягких нету. и все равно это может насосноваться. Давайте с коэффициентом сначала разберемся. С коэффициентом. Вот смотрите. У нас по цветовой алгебре стоит tb, ta, tb. Да. Давайте здесь уголку tb, ta, tb. Да. Это чему равно? Ответы мы уже насчитаем. Так, ну ta, вот коэффициент не помню. Не помните. Ну и хорошо, что не помните. Это было минус единица на 2n умножь на ta. Вот это мы с вами считали. Но нам неудобна эта запись. Почему? Потому что мы хотим через операцию Казимира это все купить. Давайте это через Казимира напишем. А, так тогда тут надо коммутационные соотношения и использовать это. Совершенно верно. Да? А, так где это у нас? ta и tb прокоммутируем на базе, я не скажу, что мы на 3b, чей-то коммутатор. Угу. И еще здесь. tb? С. На... Т... tb, ta и кмутатор. Трис на коммутатор чьего? Трис на коммутатор. А... Коммутатор? Трис на ф Started. Трис на задания тbr. Раз 명 это будет. И... ABC. Dz на c. 19 раз. Наскрываем, скобочки. Вот это вооружение нам, что нам дается? Оператор Казимира на ТА. Да. Трис это будет, фундаментальный Казнир, т.е. cf на t, одна первая слагаемая, cf на t, а вторая слагаемая, смотрите, не бачите, у нас стоит tb, tc, и перед ним fbc, 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 fbc антисиметрично, правильно? Поэтому можно написать вместо tb, tc, которые перед ним коэффициентом стоят, одна вторая, одна вторая, tb, tc, минус tc, tc, tb, правильно? Это свёртка двух f будет, который? Это снова будет коммутат, да? Да. Попишите. Плюс, именно это минус будет у нас, квадраты спешим, fbc, tb, tc, Ф я ставлю, цкаю, а то это края Martinez жира A. Т.е. Bolyce же его будет? Мерсетичный, ткер, спешим, henry- discipl sons, Зачем ногами поettyем, шеточек? Т.е. Одновторая. С Deswegen, синхитя буб gorgoего Petroya B и D. Угу, это у нас получается f на f мы с вами считали, а это есть что такое, по двуму индексом звернуто. Дельта на что? На каком коэффициенте? На nc, а nc это cA. Значит, это будет как раз наш cA. Из-за дельта мы теперь као можем вынести, правильно? Да. А и g это символ, то есть будет као, будет као. cF. Минус 1 вторая cA. Минус 1 вторая cA. Угу, отлично. Ну вот давайте я это всё и выпишу. Значит, с токинями constant g на 3 здесь, со знаками, ну вот это цветовое множество. Так, минус 1 на 1, минус 1 на 1, минус 1 на 1, минус... Знаете, минус 2? Угу. Итога мои. И жертва будет. В третьей. Угу. ТА на cF минус 1 вторая c. И на интеграл. Вот, вот. Смотрите. Давайте я вот так запишу. Символически. Вот у нас есть интеграл. Да? Пишите, пока интеграл попасть. Смотрите. Громатный потон тоже может быть. Громатный. Вот. Сейчас разберёмся с громатчицей. По нему тоже можно, конечно, упростить. Давайте по нему упростить. Или... Или... Ну, нет. Давайте потом это делаем. Лишнюю работу не буду делать. Вот у нас стоит три знаменателя, правильно? Денис на p в квадрате. Дальше там что там? К-3 минус b. К-3 минус b. К-3 минус b. И k минус b. И k минус b. Правильно? Угу. Вот. Значит, мы это всё соберём своими по Фейману, да? Ну да. По Фейману. Я вот так бы символически это запишу, но не хочу это делать до конца, хотя здесь ничего сложного нет. Это будет два параметра Феймана. Правильно? Два параметра Феймана. И... Здесь будет стоять что? Некий импульс. В минус так вот, на квадрате. Минус 2 там. Да. Которая зависит от k, k' с 1 минус 2. Угу. Два параметра Феймана. И в какой сумме? И в какой степени? Так, в степени... Три. Правильно? Три. В степени три. Да? Вот нам, на самом деле, сейчас важна фактически только эта степень. То есть нам важно, что при больших дистрибинских импульсах у нас вот эта величина себя ведёт как единица на квадрате и всё в третьей степени. Правильно? Да. Отсюда и отсюда. Да? То есть нам фактически только вот эта тройка и важна, когда мы будем считать расходящуюся часть интеграунд. Почему? Смотрите. Вот у вас в числителе. Вот у вас есть числитель? Вот здесь. В нём есть члены линейные по вот этому новому мипульсу. ПФ. Да? Они были так. Есть квадратичные и нулевые степени. Линейные и нулевые степени, да. Вот интегралы из нулевой степени будут там на этом расходимости или нет? То есть там интегралы будут вот такого типа, да. ДДП, да, новый импульс после сдвижки, да, который возникли, поделись на ПФ, ну, П квадрат, линейные, дельта, куби, да, и всё. Вот такие интегралы, они расходятся или нет? А, что? Давайте что-то сделаем. Интеграл, чему дали? Из-за звезды четвертой степени снизу шестая. Да, звезды четвертой степени снизу шестая. То есть видно, что, ну, по секунду, закон сходится, да. То есть это сходящий интеграл. Да, ну, мы на прошлом... Ну, чему дали запущусь? Ну, ну, можно ДДД положить? Ну? ДДД можно положить? Ну, пока не полагайте. Просто по лучшей формуле, которую мы выпишем. А я сейчас её не помню, я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю. Вот так вот. То есть расходимость там откуда у нас возникала? Из гамма-функции, правильно? А в гамма-функции состояла степень зонемателя минус Д пополам. Вот, да? Вот если степень зонемателя двойной в месяц, то есть это будет миллионад её разница, правильно? То есть стояла архи минус Д пополам. Ну, на самом деле он не отрывал, поэтому на гамма-функции ничего не видеть не будет. Да? Вот. 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 Ну, вы ищите слишком? Я вас... Как вы чего-то запомнили? Значит, возникает И от Витковского поворота, да? Минус единичка, то есть в этой степени третий. Да? Третий. Угу. Ну, 4P в степени зе пополам. Это от степенирования полугу лампы, вероятно, чуть-чуть от одессы. Подвините на трех. Да? Сюда, сюда, сюда. А гамма от альфа, да? Опять же, от степенирования полугу ламп, да? Здесь возникает данная функция от альфа минус D пополам. Которая у нас и давала основную серегулярность как полугу ламп по ессилу. И правильно? Раньше. И на дельта в той же самой степени. Это и по размерности можно установить, в какой степени будет дельта, да? Дельта имеет размерность квадрата ефликса, поэтому здесь и размерность, но так, что минус D пополам. То есть, размерность всего альфа минус D пополам. То есть, вот такая радость, да? А альфа у нас равно 3. Альфа равно 3, да? То есть, я не скажу, это один минус D пополам. То есть, это минус D пополам. Ну, да. То есть, этот интеграл минус D пополам, да? Обманул я вас его. Что? Что? А, 3 минус D пополам. 3 минус D пополам. У альфа равно 3. Да. Но, во всяком случае, по расходимости все точно так и есть. У ультрафиолетовой расходимости явно не обманул. У ультрафиолетовой не обманул. Но, возможно, в какой случае, что, да, здесь или не возникают расходимости, но при интегрировании по феймеровским параметрам вот этой дельты, у вас может возникнуть расходимость. То есть, пройдет. О, что я тебе просто скажу. Инфракрасная расходимость. Это инфракрасная расходимость. Это инфракрасная расходимость. Да? Да, да, да. Мы знаем, что, вообще говоря, есть некий особый механизм сокращения этих инфракрасных расходимости. И они нас не интересуют. Понятно? То есть, нам достаточно следить только на ультрафиолетовой расходимости. На самом деле, размерностная реагеризация, она не реагеризовать одновременно и ультрафиолетовые и инфракрасные расходимости. Да? Вот. Но мы пытаемся сейчас интеграл так по-простому, да, посчитать, выделить с него вот эту расходящуюся часть. Поэтому им действовать таким образом. Да? То есть, отсюда расходимости не возникает. Тогда только квадратичную часть объявления. Отсюда не возникает, да. То есть, нам нужна только квадратичная по юпульсам часть. Поэтому выставляем в числитель только наши юпульсы. Да? Только наш юпульс П. Ляма-мю, П. Угу. Ляма-мю, П. Угу. Ляма-мю. Угу. Вот такая вот конструкция. И вот этот вот. Ну и начали. Вы можете написать символически так. П в кубе. Да. Единицы на поле в кубе. П в кубе. А здесь как уже пишем, как мы писали. Расходящаяся часть. Да? Да. Ну и феноменовская параметризация. Ну, говорю, не надо ее взять. Писать эту феноменовскую. То есть, мы говорим, что расходящаяся часть от ультрафиолета возникает три пыра больше ляма. Напишу, как ляма достаточно большое число. Да? Да. Большое число. Поэтому мы можем... Что вы сделали? Вы выкинули везде импульсы. Правильно? В числителе. Ну, если вы найдете точно так же выкинули везде импульсы, но считаете, что П у вас и флидерский. И П он достаточно большой. Да? То есть, больше некоторого значения ляма. То есть, основная трофиолетовая расходимость, она из этой области пойдет. Да? Угу. Считаем, чему от родного. Угу. Числитель можно теперь упростить. У нас стоит здесь П альфа и П бета. На что мы П альфа и П бета заменяем? Тут нет. У двух блоков. Да, да. Правильно, правильно. Да, правильно. На G альфа бета. АП в квадрат. Ага. И коэффициент единицы на д. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому мы уже на скорейшую часть d равно 4 d-2 в квадрате делить на d на b квадрат то есть при d равно 4 это что так работает? просто b квадрат на гм так, смотрите, вот по ню видите, да? вот здесь вот стояло p альфа по бета вот кирилл молодец, написал все подробно зом альфа, дом бета, здесь стояло p альфа по бета Но мы, как обычно, поскольку интеграл зависит только от p квадрата, заменили по альфа-бета, мы делали это в этот раз, на p квадрат, уже альфа-бета, деликли от дорожной межности. Вот он от мышцал, а теперь по альфа-бета сворачиваем, возникает внутренняя свертка, от нее d-2 возникла, и еще раз эта свертка, от нее еще d-2 возникла. Хорошо, то есть интеграл себя в конечном счете ведет только единица на p в квадрат, и все в квадрате, правильно? Да. Поэтому какая у нее расходящаяся часть будет? Соответственно, с формулой нашей. То есть, когда здесь стоит двоечка, у нас возникает, как имеется здесь все? Так, 2 минус d пополам. Здесь будет 2 минус d пополам, да? Да. Это что такое? Это гамма от епсила. Нет. Минус епсила. Да, минус епсила. И даем как единица на епсила. Это не епсила, как минус единица на епсила. Гамма от минус епсила. Да. Значит это себя каким образом ведет в формулу? С определенным. Ну, минус единица на епсила. Минус единица на епсила. Да. Да. Нож 2. Нож. Ну, здесь... Давайте вам напишите все коэффициенты, все напишите. А ну, минус на минус это... Какое минус это? А. Теодвасса. И. Теодвасса. На... На... Четыре пика в квадрате есть. Угу. На... Глойку. Гамма от двух это единица. Да, да. Правильно. И на дельта в степени не общего, да? Да. По разменности. Да. За разменность уследить. Угу. Дельта это что такое? Дельта это квадратичная комбинация с параметрами Феймана, квадратичная комбинация импульсов К, К' и К' . Правильно? Да. Ну, дельта только от таких величин зависит. Только от скалярных произведений, да? Ну, хорошо. Ну, тогда пишем ответ. Давайте его подводим. Здесь вот иди. Сейчас. Куда я их включу? Наверное, сюда отмешу. Это мы все вычислили. То есть, расходящаяся часть нашей дельты, где окравлю А, да? Разменно? Чего? Шути. И тут же в кубе ТА, Германью. Угу. ЦАЕФНИЧУТ на второе ЦА. Угу. Так. И минус с минусом сократится. Шути. 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 Это будет. Единица на епсилон. Дельта в степени епсилон. А на и на 4Пи в квадрате. И вот еще один договор. А. А, нет. Все. Все? Вроде. Все, да? Где? В данном случае. Его можно было бы не писать. Правильно? Да? Ну, потому что мы только расходящая часть. Но оно будет мю квадрат пропорционально. Нет. Оно не мю квадрат пропорционально. Оно пропорционально к квадрату характерную нюль с этой квадратой. То есть у него входит k квадрат, k' в квадрате, k-k'. Наверное, только когда мы вводим в контур член 4. Когда вводим в контур член, тогда его на нюль заменим. Сейчас это просто квадрат либо этого, либо этого, либо этого, либо этого иклуса. Какая-то комбинация с фейнонским параметрами и интеграл по фейнонским параметрам. Правильно? Главный порядок, конечно, это разгоняющая часть нюр. Главное – Пси. Вот. Давайте перепишем в таком виде это поражение. Выделим минус i, g, гаммоль мю, k. Выделим. А все остальное запишем коэффициентом. Какой коэффициент? То есть мы выделили форму с инфраструктурой. Все остальное коэффициентом. c в минус 1, 2, c, а. Да. Смотрите, у нас минус. Откажите внимание, минус. А, да. Да. 1 в 2, c, а минус c. В 3, c. 4. 1 il. 4. 2. 2. 2. И на ε, а, и на g квадрата еще. Вот так же, да? Похоже. g квадрат, 4 квадрат, не буду сказать, в степени ε. Да. И губовой коэффициент. Да. Хорошо. Спасибо. И теперь мы уже можем вот эту функцию сосчитать. У нас тут еще тут есть. А, правильно. Понятно, да, как мы с вами действовали? Ну, в общем, сгутрили, если по-честному. То есть рассматривают только ультрафиолетовые расходимости. Да? Хотя мы знаем, что в этой решении есть еще и инфракрасные расходимости, которые там... Ну, инфракрасные, это отдельная тема, а только резервировка не относится. Ну, в общем, да, они относятся. Их можно было регулировать каким образом? Просто ввести углеводополитную массу, да? Миноль какую-нибудь, да? И потом сокращение этого миноля отдельно прослеживать. Вот так вот. А в остальном логика была вот такая. Когда вот этот маленький миноль ввели, дальше уже остались только ультрафиолетовые расходимости, и с ними можно вот так вот поступить. Да? Понятно? Убедительно. Убедительно. Ну, вот он попал. А вам, а если мы просто вот ауту восьмил и посчитаем, ну, групповой коэффициент? Ну, вот, предположим, что последний может посчитать. Ну, вот это? Да. Ну, что мы сейчас его посчитаем? Ну, в том числе, вот мы не можем уже положить, что ответ будет такой же, просто как это целый. А ответ будет какой же? Какой? Только что он считает? Я имею ввиду, там, 1 на m, все осталось. Какой? Ну? А, вы имеете ввиду? А, вы это имеете ввиду? Да. А, нет. Но, кроме группового коэффициента, здесь какое-то число может быть, типа одно и второе. Да? Да? И оно нам тоже число может быть. Ага. Ага. Ну, вы совершенно правы, на самом деле. Это довольно хорошая загадка. Почему? Потому что, смотрите, какая история у нас. В электродинамике была. В электродинамике. Давайте вспомним. Представляем, что у нас только есть электродинамика. Значит, вот этого ничего нет. Правильно? Этого нет ничего. Да? Нет. Нет. Все, забыли про него. А СА чего равно в электродинамике? Если делаем это представление, которое из структурных констант строится. Структурные константы чего равны в Аберевой теории? А? Даже одноверные. А? Аберевая теория электроночная СА чему не равно? Почему эти нет? Еще раз. Я специально сказал вам, что СА это операторы Каземира, которые из генераторов присоединенного представления строятся. Они строятся из структурных констант группы. А какие у вас структурные константы группы, если у вас коммутационных соотношений нет? То есть у вас один коммутатор тривиальный, да? То есть они были просто равны. А. То есть СА равны 0, да? СА равны 0. А мы с вами помним, что... Что мы с вами помним? Что мы с вами помним? Что... Что мы помним? Что в электродинамике Дельта 1 равно Дельта 2. Ну это же помним, да? И мы, собственно говоря, это не видим, да? Мы не видим. Почему? Потому что Дельта 1, который я отсюда буду вытаскивать, да? Вот он вытаскивает Север, да? Вот это знак. Знак, потому что я контр-член смотрю, а не диаграмма. Да? Здесь же другой знак, потому что это сопротив, как сходимость. Вот. Видим, что действительно Дельта 1 равно Дельта 2, да? Эти диаграммы нет, а здесь Дельта 1 равно Дельта 2, да? Ну давайте посчитаем теперь эту диаграмму и посмотрим, насколько положение Андрея оправдано. Вот он выливает, посчитайте. Угу. 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 Не понятно, вообще немножко открощении подставали щеб когда мы ходили? Ну это не ответственность. Ответственность. То есть один накосячили, а вообще отвним Hinterm генералман pow ump === Ну ладно, зато разберемся, с кем их считать. Пишем, например, не mv, да? То есть, сначала записываем… Так, я тут просто был способ повесить. То есть, мы эту идеологию поняли, выпадили, да? Ну, почти так же и делали. Ну, конечно. О, здесь… Раньше мы считали просто все аккуратно, да? А здесь мы шкули, да? У нас, давай, мы петлевой и пульс b, значит, мы… Здесь, вот, да. Угу. Как обычно, двигаемся против стоялки, да? Значит, вот… А, значит, здесь вершина, в ней, как проекция? В ней, как проекция, как проекция, в ней, как проекция. Ага. Возвращение к нему… И G. G? G – это нормированная, да? Т. C – это не пищеварный. Кампанский клин. Конечно. Угу. Значит… Кампанский клин. Хорошо? Значит, теперь на скобку. Нет, нет, нет. Вдвинемся по фермиону, винис. Ага. Наборопопагатор фермион, и подсерклик на клин. Угу. И подсерклик на клин. Да, значит, здесь на клин. Это значит, что это будет. Вдвинемся по фермиону. Желательно. Ага. Выключен. Ага. Значит, здесь у нас б и ню. Все, да. Почему мы можем это без массовыми пропагаторами? У нас массы не дают... Ультрафиолетовый случай Логика, в общем-то, такая же, как и на тюдоскейском модели У нас все массы нечленные, которые у нас стояли, они в ультрафиолетовой расходимости не будут давать. То есть они, конечно, важнее, особенно когда вы какой-то член Дельта-М находите там и так далее, но на ультрафиолетовом оплетении они не сказываются. Тем более, что мы с вами видим, когда мы будем следующую тему перенормированные операторы смотреть, что массовый оператор при больших энергиях в массы можно просто выкидывать, да? То есть они... Перенормированные групповые коэффициенты такой, что в массы можно уходить в больших нюх и все считать равными людьми. Но он будет только изучать любого оператора, для чего он сейчас выкидывается в массы. А пока что я говорю. Мы смотрим на ультрафиолетов у людей, это массы у нас будет. О том, что теория страшно работает как раз на ультрафиолетии. То есть лично приносу этих энергий. Но нет, ультрафиолетов это больше чем высокой энергии. Так... Что вы написали? Пропагатор. Пропагатор какой-то? Ну вот. Капа. Почему капа? Это. Он соединяет вот эту вершину с вот этой вершиной. Здесь капа у нас есть. Капа там аж три. А, да. Давайте янки. Мы в фирме с капиллеровкой работаем. Ну, как мы работаем? Да. Мюн у вас в индекс-водом. Да. Ну и вылет. Нет, не вылет. Да. На вершине сложная структура такая. Собирайтесь. То есть просто идёт минус и минус и. Как это пропагатор? Минус и. Да? От второго пропагатора. Ну, то же самое. То же самое. Вот так вот. Так. Теперь краблём мы заходим. И что у нас там ходит? Началки в центре вместе. Минус и ж. Минус и ж. Минус и ж. Я не считаю. Ну, пишите. Давай. Структура. А. Минус и ж. Дальше стоит генератор. Погодите ещё. Там же стоит генератор. Структура вообще общая. Мы не пуск и ж. А какой-то генератор. Да? Геонов присоединён на представление. Да. Стоит генератор присоединён на представление. А, проц. А, С, А, С. Теперь уже у нас ловится с конструктуры. Значит, у нас все читаем входящие. Мы все входящие на рисовку. Выбираем сначала тупую А. Значит, из-за этого читаем этот. Так, а это значит, что мы пишем импульс К' минус К? Вот этот импульс минус, вот этот минус. Ага. С индексом третьей вершины. Значит, К' минус К' минус К. Сразу пишите, что это равно. Привиальная техническая операция. К' минус К' минус К' минус К' минус К. Ну, Андрей, вы берете вот этот импульс? Да, вот этот импульс. Вы читаете из него вот этот импульс. Вы можете написать, чем у него? Есть. И индекс третьей вершины, да? Нет. Нет. Ну, другое вершины. Не эти импульс. Не вершины, а хвост К' минус 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 К' . То есть, К' минус К' минус К' минус К' минус К' . Значит, индекс К'�� И' минус К' минус К' минус Кадри . Значит, индекс К' минус К' минус К' минус К' . Теперь, вот это. 2 плюс каш 3, минус 2,5. И кто у нас стоит? Кто у меня? Семь. Уже у кого? Угу. Зайдем инцитируем. Хорошо. Отлично. Ну, давайте теперь с коэффициентом разбираться. У нас все всякие и, и ж. Все выносите? А. Значит, сколько у нас и? Значит, ну, два, три, четыре. Давайте это через кишечку включим. У нас пять и. Здесь две. А. Еще одна. Шесть. Значит, общий. Значит, а ты? Один минус. Чуть-чуть-чуть. Значит, минуса в три. От минуса в чем у нас есть. Значит, здесь один минус. Здесь два минуса. Здесь еще один, два, четыре. Петя минус. Опять минус в три. И снизу и разотравиться. И снизу и разотравиться. И теперь минус-то делся. Остался и три. Ну, смысл был. И минус один у нас минус один. Вот и все. Почему минус один? А, ну, значит, от и у нас минус. От и у нас минус. И снизу и разотравиться. И снизу и разотравиться. Плюс это два. Плюс это два, да? Ну да, плюс это два. А. Значит, G у нас одна здесь сидит. Здесь одна, плюс здесь одна. Ну, два пистит. Дальше, где-нибудь антибиотом. Здесь мы напишем. У вас возникает такая комбинация. Tc, Tb, да? Иной на Tabc. А, bc. А, bc. А, bc. А, bc. А, bc. Ну, можно же T, a, bc. Ну, там, минус i. Правильно. По bc вот эта штука, она антисиметрична. Правильно? Да. По этому слову можно через коммутабр эти отписать. Это что-то такое. Ну, через... А, в смысле? Сказать, что это коммутабра. Сказать, что это одна вторая коммутабра, да. Ага. Коммутабр у нас тоже отписывается. Или вообще у нас как-то отравленное ползоцет. Да, равно тем, что это вторая. F. А, значит, C, D. Б. Какую? D, D. Ага. D, D. Ага. А, минус i. Откуда минус i? Откуда минус i? Ну, R по пути. Ну, да, да, да. То есть, достаточно чуть-чуть, что-то одно. Что-то, на самом деле. Угу. Угу. И что еще? Коммутабра. Чему R? Значит, i. i. Толстый. Антилимидов, да? Угу. Окей. А уже вопрос, это что такое? Это минус t. Ну, там, может, минус какой-то будет путь. Это t какое? Значит, минус t, c, b, d. Сейчас сводим. Ну, этот минус t, c, b, d. А вы потом, может, поменять представление, чтобы минус обратиться. Значит, минус, это минус, это c, b, d, да? Правильно? Правильно. Минус c, b, d. Давайте, ну, чуть-чуть по-другому перепишем. Раз. D вверху пришло. А вниз так нападет что? Ну, b, c. Важно. Ну, вот так. Да ниже, как бы, если мы попарку меняем, у нас минус. Ну, b, c. Можно лучше, да, c через вот такие константы. Нет, но нам это привычнее, да? c, а это есть минус t, d, c. Завтра, да. А это, d, c, да. И что это такое? Что там все вместе у нас? Ну, вот, вот, t с этим если свернуть, это у нас будет c, присоединенное на дельта а, d. А, дельта а, d, c, d, d, c. Да. Что получится? Ну, только со знакомом не понимаешь. Плюс. Минус, другое, минус, зер. Если вот так вот. Измель. Да, 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 да. Да, 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 да. Вот так вот, правильно получилось? Угу. Фиксируем сюда. Хорошо. Теперь мы сейчас будем смотреть только интерфиолетовый уровень, как гибрость опять, да, да, Поэтому в числителе точно такая же логика, как и раньше. Представляем здесь только p, да, p, а в числителе... Ну, линейный, да. Да. Сейчас. Ну, линейный, по-моему, можно будет. Ну, конечно, линейный всегда можно, когда полный квадрат выделили. Когда вы полный квадрат выделите, да, 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 да. Давайте вот так вот, всё. Грамма-матричную структуру... Посчитаем. Ну, просто мы сюда перенесем, да? Понимаете? Ну, все эти гамма-матрицы... А если мы только p оставляем, и из гамма-матрицы, ну... По-моему, мы же сейчас будем выкидывать и писать только там. Ну, вы всё вот это сворачиваете с тем, что у вас здесь. То есть вы нагоняете всё вот это в структуру? Да. Ну, через знаменатель... Через знаменатель p в квадрате... Уберем. 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 И считаем вот. Ям. Да. Используем. А, ну... Значит, где у нас гамма-матр? Каппа? Для первого оставляемого гамма-каппа превратится во что? В гамма-мю. В гамма-мю. Да. А перед ним остаётся p... Погодите. За ним идёт p. Это же маркется всё. За ним идёт p со шляпой рисунок. p со шляпой. За этой p со шляпой идёт... Гамма-ню. Гамма-ню. Ню сворачивается с чем? С p. С этой всей скобкой, правильно? Оставляем только p. То есть, ночь на p. Ну, гамма-ню на p, но... Ночь на p. Гамма-ню на p – это p со шляпой. П со шляпой. То есть, вот это в планах первого оставляем. Да? Что теперь второго оставляем? Значит, гамма у нас... Теперь у нас p. А. То есть, я говорю. p. p со шляпой. П 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 со шляпой. Ага. Гамма-ню. Гамма-ню. Ага. Да. Ага. Грация. Здесь, минус два, будет в цех, да? Минус два, по милой смештельной старачке. Ага. Ага. Значит, а здесь гамма. А, ну здесь просто вторая гамма, то есть. А здесь, возьмите, вот этот дирак три, да? Гамма-ню. П со шляпой. Гамма-ню. П со шляпой. Гамма-ню. П со шляпой. Ага. П со шляпой. Вот такая шляпка, сколько накрутят, да? Правильно? Правильно описать? Да. Окей. Ребята, чему нам нужно? Ну, если D равен секрету, так минус два. Минус два, пишите, минус два, по со шляпой. А вы сначала напишите как Bα на γα Bα на γα А здесь возникнет интеграл, правильно? В стиле возникнет интеграл Bμ, Bα На что я вам на ней займусь? Сейчас Подпишите Ага Давай вот, вот, сейчас вот, возьмем здесь Минус 2 еще Минус 2 Ага Вы его заменяете на что? На g, например, 2, gα То есть в квадрате И γα Ну, то есть просто γα А вот это будет, когда делим Ну, потеряем 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 И что еще? Пα, πμ на что мы заменяем? На d На d еще поделить Да, на 4 Угу 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 Ну, здесь это все на что? П со шляпой на П со шляпой Это что такое? Это П в квадрате И возник интеграл, интеграл какого-то, по квадрате сократилось, и остался вот такой интеграл, чьи распределяющиеся части вот здесь вот написаны. Правильно? Такой же интеграл. Слушай, только здесь П в квадрате, а здесь П в квадрате помнишь? Слова? Да, это 1,9 п в квадрате. Останется вторая степень, да? Да. Может помнишь, что вот эта символическая запись вот такого выражения? С кема на сколько-то интеграция, там какая-то, да? Да, она может, можно сказать, только львовца. Львовца на епсиум. И не забываем, теперь это супер-непсиум на 4,5. Угу. Угу. Отлично. Точно так же выделяем здесь вот такую координацию. Вот, не знаю, вот сюда, да, шутер. Не забывай, что работает. Минус ПЖ, это удовольствие вторых, да? Угу. То есть видите, три вторых возникло. То есть не С, не минус С пополам, как вы бы хотели. Да. За минусом не просветите, понимаете? Минус, хотите, мне кажется. Минус 3-х кажется. Да. Да. Минус здесь похоже, ну еще. Минус Непсиум, Дельта, это квадратичная комбинация k в квадрате, k в квадрате и k минус k в квадрате, да? Так вроде все. Угу. Вот так, да? Вот так и получили. Ну, расходящаяся часть, вот эта диаграмма такая. Видим, что? Что она пропорциональна Са, да? Да. То есть, когда мы переходим к кабелю оплату случаю, то динамики Са равны ну. Этой диаграммы не просто, да? Еще наш минус выгибается в контур-силене минус. Ну, сейчас мы все вместе запишем, давайте вот это правильное запишем. Ага. Что за спину? Ну, можно вот раз в пять это вынесем, да? Угу. И пишем, чему к кабелю оплату к кабелю оплату. Попишите это сейчас сразу. То есть, у тебя голоса для членов, мы услышали. Иначе. Угу. Берем, да, это мы получим. Здесь откроем. Нет, давайте... Отборного сплошкина у нас 1 у нас. А здесь у нас сейчас 1 на 1. Эпсилон. Так, здесь это в степени 1. Эпсилон на 4. Эпсилон на 4. А, ну, давайте... Это вот тот же, а, еще R в квадрате R в квадрате, здесь вот Ну то есть это И в 20-м Цветование X целый, да? Какой циток X целый? От первой диаграммы... А, 2-й Второй диаграмм... От A до минус 3 вторых С, от первой диаграмм, от первой диаграммы Одно вторая С, минус С Видите, мы с ним не угадаем, просто так И плюс контр-членов, 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 как вы думаете? А, ну как вот это, а что, как только? Плюс, да и да и да Идет так, и вот и нафиг, да? Да, это один такой, что в кинематической точке, когда все К квадраты, К штрих квадраты, и К штрих минус К все в квадрате А вот, минус мюх в квадрате, да? А это все должно исчезнуть, да? Поэтому вот эта дельта, она заменится просто на мюх в квадрате, правильно? Ну так зачем это вот? Это все, да, да, да Одна от идиничка станции, в основе примерно, да? Да, да, да Пишешь, конечно, ну а вот сюда, давайте впишите Дай, чтобы мне дальше подбить, давай Ну ладно А я скажу, какую функцию по счету должно скрыться Хорошо Я скажу, для него нет А? Я скажу, что у меня для этого учатся Ну, давайте посмотрим То есть это, вот, Ж квадрат на 4Пи квадрат на твое и вот на это Ну, нет, это целое и ЦНС плюс У вас это ЦФ, почему? ЦФ плюс ЦА ЦФ плюс ЦФ, это к нему Так что, ну да Ну, между ними знак там посетили, какой? Ну, мне это нравится ЦФ плюс ЦА, да? Правильно? Ну, не знаю Ну, что я не знаю Ну, давайте вот знак мы меняем А, там сначала первая и вторая диаграмма Вседневный Казимир дает минус ЦА Все правильно, правда? Седневный Казимир так лучше А это точням со знакомым плюсом? Это точням, что 2.3, по-первых А здесь плюс, да А это плюс, там, кто должен его убить А где кровь нужно сократить вот это у нас 5 месяцев? Ага Ну, залытие, например, и самое приятное В этой функции посчитать А я вот с алгоритм или что? Не справитесь Не справитесь? Давайте Николая тогда пошли, пожалуйста Друзья, я там прям не сидел, где-то давал А, я стираю Вопросы есть какие-то? Все здесь? Понятно Кирилл, ты все? Понятно, все правильно? Да Правильно Да Скажем, будет одновременно МФ и у нас одиннадцать четвертых ЦА ЦФ вообще не выигрывает это дело? Да Вот по мысли Достоин от того, чтобы ее еще раз озвучить Лишь мы сейчас увидим, что у нас ЦФ вообще сократится ЦФ идет А раз вы это обнаружили, Кирилл То подумайте, почему он не войдет То есть то, что ЦФ как групповой коэффициент Козюрис-фундаментальный сразу сократится Вот видите, можно было сразу понять Почему? Сразу понять Не, не очевидно Надо чуть-чуть подумать Посмотреть оболозы и сказать, что не очевидно А на бумаге, типа, уже на 100 раз После ботокуниции Что вы делаете? Давайте до конца эту задачу доведем А потом я про смысл еще раз скажу Да У нас везде стоит не квадрат в степени А что такое? Две в степени Можно, наверное, обозначить за их, скажем Да У нас это плохая фигура Допишите пример Ничего Да Только коэффициент Вот так Коэффициент Две в степени У нас тут По-другому Да Вот этот коэффициент Я напишу Две в степени 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 Да Двойку не потеряли Прям вот эту двойку Да Мне сейчас ответ сказали Вот эту двойку просто потеряли Да И еще шансировали и собираем аккуратно все коэффициенты понимаешь, вы просто напишите последовательно значит дельта 1 у нас идёт со знаком минусов да? дальше дельта 2 идёт со знаком плюс а дельта 3 может пополам ну а подкрываем ага дельта 3 может пополам а дельта 3 не будет с ним а что в того как бы произносили насчитаем а дельта 3 не будет дельта 3 не будет то есть мы начнем с этим что нам говорили он говорит как константа 3 зависит от мира вы берете разные схемы в разные точки, которые мы приехали да? да и то как она зависит от мира мы узнаем да так, а тогда это вообще уйдёт? да будет сфер сократится вот да вот давайте вот 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 кое-как ну а ну а вот вот двойку скобку минусы скобки, ну просто к стандартным обозначениям т.е. видим, что cf сократился теперь думаю, почему он сократился в смысле? ну, можно долго думать о смысле, а можно еще вспомнить, как раз по другому можно было бы эту функцию считать из каких других держений вот смотрите, откуда возникает cf? cf всегда возникает как сверху генератора фундаментального представления т.а. т.а. т.е. там, где есть фермионная линия, на которой есть пленон т.е. cf возникает из таких вот цветовых диаграмм, правильно? из т.а. т.а. здесь пленон, правильно? да мы же т.х2 считали что? мы когда т.х2 считали... т.е. из массового императора да А мы можем читать бетафункцию для вершин, у которых что? Которая ажитирована, куда не входит вот такой вот этот Почему? Почему сразу понятно, что CF не видит? То есть CF возникает, грубо говоря, от фигнионной линии, соединённой вот так вот в глионную линию, да? А мы, там... В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Мы могли считать бетафункцию для другой вершины, где у нас, например, три глиона или глион и дух антидуха, да? Там везде возникают генераторы только в присоединённом представлении, правильно? Да И фундаментального, в принципе, не возникает А поскольку из той же створта мы знаем, что бетафункция везде должна быть одна и та же, и из какой-то вершины мы её не извлекали Это значит, что мы сразу могли понять, что CF видит Потому что в других вычислениях, вот для трёхглионной вершины, для четырёхглионной вершины или для вершины глиона дух антидух Там вот таких вот цветовых диаграмм, в принципе, не возникает То есть там CF не возникает, да? Поэтому то, что CF вылетел, это сразу можно по-другому сказать Понятно? Так, в смысле, что мы можем считать вообще предалекает королевую вершину эго? Ну да, да, в этом смысле В этом смысле Ну да, коэффициенты 11.3c и 11.3nf называют бета-молит, да? Ну, помните, опять же бета-молит, да? Разложение Ну вот разложение, это первый коэффициент разложения То есть это первый коэффициент бета-функции, да? То есть есть бета-ноль, бета-один и так далее, да? То есть как ряд по g2 Мы видим, что в отличие от электродинамики Давайте переход к электродинамике Что там такое? cA0 cA0 Все? nf0 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 В электродинамике бета-функции Чего мы говорим? То есть у нас же две третих блоков Нет Не две третих, а сколько их блоков? Как минимум через губики, в целом Что? Это вот сам Я пытался их показать Пытались, но хорошо, пытался А Ну то есть мы просто cA0 nf0 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 сау nf0 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 Здесь было А, здесь было Б, здесь стоял генератор ТА фундаментальный, здесь генератор ТВ, правильно? Здесь был трейс, то есть было МФ, и трейс ТА, ТВ, правильно? Верно? Ага, одна вторая Во, одна вторая, то есть возникало ДХТАВ, МФ пополам А когда вы глифтодинамическую такую диаграмму будете смотреть, у вас что возникнет? Ничто не возникнет, просто, просто НФ будет, да? У вас просто, еще одна вторая из формировки генераторов идет, да? Она будет здесь учтена Поэтому в электродинамике у вас вместо двух третьих НФ будет четыре третьих НФ, да? Понимаете? Точнее из нормировки, из вот этой формировки генераторов А на кофе переходите Значит мы видим, что в электродинамике вот этот коэффициент другой, у него другой знак Будет минус четыре третьих НФ, этого нет, да? То есть бета-нор в электродинамике меньше НФ, а в КХД оно больше НФ, да? Это значит, что у вас есть качественная разница относительно того, как ведет себя ЖЭК от МФ Например, это функция убывающая в КХД, да? Либо это возрастающая функция в электродинамике, правильно? Когда мы увеличим электродинамику, верно? Ну вот давайте эту зависимость сейчас Николай и НФ Вот у нас есть уравнение, такое С одной стороны, бета-функция это есть Д логарифм ЖЭК от МФО З логарифм Н, да? Просто по определению у нас с другой стороны Мы ее посчитали в любом приближении И она равна чему? Минус ЗР в квадрате от МФО Длежим на 4 ПИС в квадрате и бета-функцию, да? 4 ПИС в квадрате и бета-функцию Ну вот давайте уравнение решим Получили обыкновенное дифференциальное уравнение, да? Такое банальное уравнение Давайте его решим Так, выпей Получается, если мы их перенесем Добавлю логарифма ЖЭК На Дмитрий Ну это я заменил вот это на экспоненту логарифма И поделил логарифм Ага Так, спасибо Я думаю 4 ПИС УДАЛ, я ЗРОМНИМ Ну это почти у интерьера Так, ну ладно Сейчас Да Ну ой Все деклируем, да? Ну, начальное условие, у вас деклируете от GR в точке ми-0 до GR в точке ми-0 А здесь деклируете, как я планирую рисовать, да? От логарифма ми-0 до логарифма ми-0 Аккуратно пишите все Когда есть это что, от чего же? От ми-0 От ми-0, какие однако? Ну, с таким Почему с таким? Тут еще минус вот этот У него можно поедет Так Угу 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 Хорошо У меня двойки обычно вот сюда вот Так, вы здесь тоже вот это в квадрате? Угу Так, нет, ну просто перепишите, я могу его обращать Угу 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 Продолжение следует... 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 Ну, напишите, не номер. Или, скорее, лягу и усиди их отсюда. Есть такое выражение для логарифм и номер, напишите, чему она лягу и усидиется. Лягу и усиди. Теперь, куда-то логарифм не может, отставляем сюда. Да. Немножко. Так, сходим с высотой, прояжите логарифм. Ну, просто такая, бронюшечка мониторианская, в которой более простой запись приведет. Так, я двойку тут займу, только лучше займуть назад. Да. Ага. Ага. По логарифмам минус алгоритм не бывает, а? Ага. 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 Главное с этой единичкой сократиться тогда? Ага. Ага. И миноль вообще сократилась, да? Да. И миноль вообще сократилась. Ага. 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 Почему она это сделала? Отдельный вопрос. Но факт то, что в первоначальной безгласовой теории возникнет и масштаб. Физически очень интегрирована. Отвердностная транспортация. Это вообще конечная величина. У нас же константа не может без конечной стратегии. Она, конечно, не может, это у нас совершенно петлевое приближение и пертурбативное вычисление. Но вот для mqcd это порядка 300-300mf. 250-300mf. То есть до μ порядка 250-300mf, это экспериментальный факт, что она такая, вы можете пользоваться этим выражением. То есть пертурбативное вычисление работает до μ порядка lqcd. И это же lqcd, это и характерный адронный масштаб. Это некая действительно фундаментальная для человека, связанная с ККД-заимодействием в адронах. То есть это примерно адронные массы. То есть это примерно масса роми-зона. Параметрическая масса роми-зона и lqcd это вот. Ну это что? Да получается, что в каком-то диапазоне масс адронов можно пертурбативной теорией пользоваться, а в каком-то нельзя? Конечно, да. То есть для тяжелых можно, а для мягких нигде? Для энергии, то есть для характерных μ, точек перераминовки, где вы что-то меряете, да, гораздо больших, чем λqcd вы можете пользоваться в пертурбативной теории, да, теория возмущения. А для малых не можете, да, у вас. Формально в адаптивном приближении константа простонечности идет. Да, протон может быть. Что протон может быть? А для его? Для протона вы учите 300, а в его характеристики 1000? Ну и что? Ну, 300 μ один держит, все одно и то же. Особенно, если это под логарифмом все равно стоит. В общем, логарифм там стоит. Напишите сюда тройку под логарифмом. Угу, хорошо, спасибо. Давайте несколько таких заключительных замечаний сделаем относительно этого вашего отчисления. Вот эта форма у них запомните, она вам тоже понадобится еще. То есть, как себя этот статус выведет. Вот эта самая постоянная формула. Замечательно. 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 Ну и у нас опять же, мы сейчас запишем один из этих третьих. НС, да, подставим уже что такое СА. И на себе две третьих, две третьих и мальков. То есть, во-первых, мы видим, что СА это убывающая функция при возрастании у, да. То есть, мы с вами поняли еще, что его можно было вычислять из разных вершин, да. То есть, можно вычислять из разных вершин. То есть, мы с вами вычисляли ее из такой вершин, да. То есть, я поделив фактически в анапазе упражнение для припасового оператора. Можно было вычислять ее из тряплёрной вершины, да. Из четырёплёрной вершины. Из двуховой вершины. Кроме того, можно было воспользоваться вот таким трюком. Смотрите. Вот у нас локранжевый ЭКП, затравочный, да. Который сочиняет фиксирующие перебравки без двух. То есть, что такое? Это есть ВСИ. Из ВСИ. Ну, даже локранжевый ЭКП. ВСИ. Минус одна четвёртая. Ф миню А. Всё в квадрате, да. Ф миню А. Это у нас дрон. З миню А миню А. Минус г миню А миню А. А минус G跟 F rating АВ АЦ. Да. А проверял-то это приводное, которое сюда входит. Ну, для нее нет. то есть 2 плюс и g1, вот прям помните такое? вот мы могли сделать такой трюк молитвы сказать, что давайте g на а мы бы займем новым полем то есть вот это будет новое поле ас-аштяк вот ас-стильный новое поле тогда я все это выражение на жиром можем и на жир поделим на жир поделим и вот это жир у меня закончится сюда а вот это жир с этим закончится сюда, правильно? и что у меня получится? у меня получится, что в новых переменных в новых переменных у меня зависимость от константы упадет только в один вот она из этого члена то я бы не спешу, что я пишу с чертой и d с а шляпа плюс да, с а шляпа и это y и в и в Я не хочу стиль дописать, потому что это зарезервированное обозначение для дуального кадра с епсилом То есть можно было всю зависимость от константа связи в огранджиане перетащить в одну вершину Т.е. в один член FnU в квадрате Поэтому, в принципе, у вас возникает еще одна возможность как вычислить, каким образом эта константа связи от U от масштаба тренировки, вычислив фактически аномальную размерность вот этого оператора То есть здесь вот мы вычислили нормальную размерность вот этого оператора По соответствующей форме А здесь вот можно было вычислить нормальную размерность вот такого оператора Т.е. где на входе у вас, где внешние концы, это не глионы, а вот там же напряженности Т.е. в принципе, можно было бы вычислять нашу бетафункцию по аналогичной формуле Где у вас вместо дельта-2 у вас вообще бы не было, правильно? Дельта-2 бы не было Дельта-3 у вас входило бы два раза, потому что сюда два раза входит глионная точность, правильно? У вас не тензер-натяженность, а дельта-2 у вас есть А здесь вот стоял контрчлен, контрчлен дельта-2 я его обозначу Который отвечает? Отвечает дельта-2 оператору Дельта-2 оператору Вот Т.е. фактически можно было бы смотреть за перезармировку дельта-2 оператора И отсюда можно ходить в бег транспортных средств Это первое значение Т.е. вы можете осмотреть способы нахождения бетафункции довольно новые Понимаете, эти разные решения? И Интересно, насколько они согласовываются И калибровочная Калибровочная инвалидность гарантирует, что вы будете получать всегда один и тот же результат Т.е. это следствие калибровочной симметрии Второе мое замечание Второе замечание Если вдруг у вас в теории есть скаляры Т.е. теория со скалярой Т.е. теория со скалярой НС НС Штука разных скаляров НС это флейборные скаляры Т.е. флейборные скаляры Т.е. флейборные скаляры Т.е. флейборные скаляры Они также будут давать вклад в бетафункцию Все вклады этих скаляров будут по виду аналогично фермионным вкладам Правильно? Потому что у них есть некий характерный НС И все диаграммы будут такие же как у фермионов Т.е. фактически одна диаграмма В дельта 3 Да? Одна диаграмма в дельта 3 Одна диаграмма в дельта 3 Как вклад скаляров и фермионов отличается? У нас и сверху их не будет Ну вот вы в первом семестре Этот вопрос у вас вплывал Как минимум два раза А потом еще во вторую задачу Т.е. во сколько раз этот скаляр Больше и меньше, чем фермионный вклад Т.е. будет так же Т.е. это будет так же Одиннадцать третьих Одиннадцать третьих ЦА Минус две третьих НФ Т.е. если у меня листья фермионовые Т.е. без массового изгаляр Т.е. он там как Наши муку седрана мюга помил А там посередине ничего рано Вот вспоминаете Помните В первом семестре А вот в первый раз в деле Если вы столкнулись Т.е. когда вы смотрели сечение И плюс и минус в пионы И плюс и минус в мю плюс В мю плюс Четверка Четверка Четыре раза Четыре раза Четыре раза меньше Вот Здесь будет еще Один минус Одна шестая Одна шестая Да Если вы помняли У нас То У вас Два Четыре раза Меньше Такое Значение Третье Получается Просто некая Интересная Функциональная Функциональная Формула Вот Смотрите Как у нас Альфа из От Мю Экстеркция это альфа-с ахминоль делить на один плюс альфа-с ахминоль поделить на четыре пи бета-моль в квадрате ну квадрате на миноль в квадрате, правильно? Верно? Вот давайте рассмотрим такую функцию альфа от двух переменных. x и альфа-моль вот такую функцию которые, смотрите, альфа-моль поделить на один плюс альфа-моль. Ferguson документа, ольфа-моль. Просто функция двух переменных. пока никак не привязана, она по виду функциональна такая же, как у ТРА зависимость от Н у нас фактически идет через зависимость от X так вот, для этой функции можно написать такое соглашение, что альфа, функциональное соглашение, альфа ноль это и следующее, смотрите, я могу в X, т.е. мой масштаб перенормировки, который смысл имеет, его в T раз масштабировать поделить на некое T, число какого-то T и как я могу это компенсировать? Я могу это компенсировать тем, что вместо альфа ноль я подставлю саму эту функцию альфа под T альфа ноль т.е. оказывается, что вот такая функция, она вот такому функциональному уравнению говорит поля и наоборот, из этого функционального уравнения, то есть которое уголовается перемасштабирование масштаба перенормировки сводится к изменению начального масштаба вместо альфа ноль мы должны взять альфа на масштабе T из этого функционального уравнения однозначно в 15-ом случае получается такая бета-функция просто забавно можете проверить а примерно как из того, что F от A плюс B равно R от A умножить на A под B на число B теперь экспонент на A да а еще вопрос, а так называют разложение по 1 на N, когда единица на число цветов считается параметром разложения ну вот отсюда расстроится или отсюда? ну, нет, не отсюда не отсюда? нет, не отсюда еще маленькое замечание а он про это, кстати стратко что есть про это единственным образом? нет, то есть не единственным а что если для этой функции это выходит а можно а вот допустим вы могли бы, например, указать свое поведение относительно масштабирования допустим не рассматривать вот эти вот диаграммы а вот именно с этой стороны подойти а потом уже свисать в уровне ну да, да, я правильно и говорю что в принципе если у вас есть это функциональное уравнение то вы можете не-нет, а вот именно наградация дальнего функционального уравнения при чем нет объекта ну, дело в том, что это функциональное уравнение оно общее оно не конкурсизирует как у вас в этом смысле в нем нет ни синтетической свободы, ни награда ничего нет оно просто, скорее, при норме группы безмассово выходит все это общее такое замечание ну, то есть если я не могу торговать по-моему, что масштабирование масштаба перенормировки он сводится к изменению вот этого назначального параметра альфа-мэр что я еще хотел сказать я хотел на 4 можно так и некое придет, скорее оно не особо нужно кому-то как еще на это можно посмотреть выражение можно вот этот знаменатель разложить в ряд правильно? мы считаем, что у вас альфа-с на логарифм на вот этот логарифм это маленькое число альфа-с параметрически это малое число мы считаем в теории можно разложить это в ряд то есть представить альфа-с 1 альфа-с 1 мы считаем как ряд как ряд как ряд как ряд альфа-с 1 0 с логарифмом 2 кубиноль то есть что у нас здесь стоит? у нас здесь стоит некая константа альфа-с усиленная неким логарифмом причем мы этой формулой можем пользоваться и при больших нюх правильно? в этом ее плюс для нас есть мы с неких минох стартовали при больших нюх смотрим на поведение заряда то есть в принципе вот этот нагрефм может быть большой то есть это значит что эта формула фактически она отвечает тому что мы просуммировали в главном альфомическом приближении все поправки вот такого вида то есть мы когда мы находили бета-функцию бета-функцию мы начали в однобедливом приближении правильно? то есть одну бедливую рассмотрели а здесь у вас фактически стоит весь ряд теорий возмущения для вычисления альфа-с но в главном алгоритмическом приближении то есть тогда когда вы на каждую степень альфа-с смотрите одну степень логарифма то есть что я хочу сказать что одно петлевое вычисление бета-функции экивалит до того что вы в главном алгоритмическом приближении суммируете весь ряд теорий возмущения для альфа-с скажем двухпетлевое приближение будет отвечать тому что вы в главном и следующем заглавном алгоритмическом приближении по вот этому параметру альфа-с логарифмью к 0 будете суммировать ряд теорий возмущения для того же альфа-с то есть вот это уравнение уравнение в эту функцию которую мы с одной стороны можем вычислить а с другой стороны это есть жерпа de логарифмью такое простейшее уравнение ренорм-гульпа позволяет не вольтафункцию вычислить в одногодревом приближении а вот эту величину вычислить во всех порядках теории возмущения но в главном логарифмическом приближении фактически эта ренорм-гульпа позволяет суммировать главные логарифмические приближения то есть это бетлевая бетлевая главная техническая 2-бетлевая следующая главная 3-бетлевая следующая следующая главная так далее что еще хотел рассказать про бетлофункцию есть еще некий более изощренные способности восприцления об этом вам функциональный интеграл Но факт то, что бета-функция и αs это один из наиболее интересных объектов КХД То есть многие вычисления, многие эксперименты направлены фактически на то, что вы αs от μ вытаскиваете из эксперимента А при низких энергиях какая асимптотика будет? Ну, при низких энергиях асимптотика чего? Альфа-С, так понятно, что она будет порядка единиц Вот это понятно, а вот это непонятно А, а при очень малых энергиях нет, но там возникает ситуация, фактически, когда вы идете вниз от μ0 А в μ возникает ситуация аналогичной электродинамики, то есть при низких энергиях возникает 0 заряд Как в динамике Если μ у вас в верхний масштаб, а не миноль верхний масштаб, а μ и нижний масштаб меньше, то поведение фактически такое динамическое Но там очень много всяких индувриальных непертурбативных моментов возникает, связанных с непертурбативными вкладами, там, конфорные окна и так далее Это очень сложный вопрос, что вы говорите, я не могу на него так просто говорить То есть для некого диапазона по nf существует некое, называемое, конформное окно, в котором можно, правда, оно не физическое, потому что там nr довольно большой Эту симптомику тоже можно написать, но мы пока не можем Это очень непростой вопрос Это непертурбативные вопросы, непертурбативные физики, про которые что-то известно, кто-то еще и будет, я знаю А вообще, возможно, по какой последовательной непертурбативной теории или только обходные пути? Я не знаю, я не могу на этот вопрос спросить Куда-то сложно То есть есть некоторые непертурбативные методы Подход через инстантомные, то есть вклад из инстантомных, после каких-то точных решений в теории поля Можете, наверное, ходить в подходе Ну, правила суммы Они тоже в некотором смысле выхватывают вам непертурбативные вклады То есть просто проэнтризованные, просто проэнтризованные, фактически через глионные конденсаты, парковые конденсаты, высшие конденсаты То есть это просто некий способ непертурбативной проэнтризации Удобный такой То есть вычислили несколько параметров в эксперименте или на решетках Вкладковой конденсации, глионной конденсаторе Сказали уже многое о глионных массах Это тоже имеет свои преимущества Посмотрите, мои интересные вопросы, куда последовательных решений уходит Нет, у нас здесь Почему она 300 мм? А у меня есть масштаб планов, да? Ну... Я не смогу не было А Ну, это, конечно, гигантальная конденсация Нет, ну вот то же самое Масса пиона, она набирается Вот это не масса пиона Балиметрически это не масса пиона Да? Масса пиона, вот мы с вами это будем в самом конце семестра Я надеюсь, что это затормозить будем Так сильно, да? В конце семестра это затормозить Масса пиона, 1 квадрат масса пиона пропорцировали в сумме массу и d квад То есть, если вы берете массу пиона, то и у вас пиона будет в сумме А для хромезона это не так Масса хромезона, она практически, как лямбл КХД сервера Ладно, давайте, я не знаю Я хотел начать сегодня про глубоко импрудное красение Но сейчас уже 13-13, и пора надеяться Поэтому я это не хочу А вот только... А вот только...